Периодически, в вечернее, ночное время нас мучает запах гари, каких-то химикатов. И в последнее время этот запах стал появляться все чаще и чаще. Конкретно запах гари я чувствую практически каждый день. Невозможно открыть окна, невозможно вечером с ребенком выйти на улицу. Плюс рядом хотят еще построить мусороперерабатывающий завод. Мы хотим жить в нормальных условиях, потому что здесь живут мы, здесь живут наши дети. Это все негативно сказывается на состоянии нашего здоровья. Я еще раз прошу разобраться в данной ситуации и помочь нам в решении этого вопроса. Когда мы снимали этот ролик, власти решили окончательно нас добить, потушив пожар бензином. В западной части свалки они вознамерились построить самый большой на юге России комплекс по переработке мусора, включающий в себя цех по сортировке, участок первоначального накопления, где мусор может храниться до года, участок компостирования и самое страшное – завод по термической переработке пластиковых отходов шести регионов юга России. И все под окнами жилых домов. Расстояние от этого федерального полимерного технопарка до поселков и многоэтажных кварталов нашего района колеблется от шестиста восьмидесяти метров до двух километров. Количество жителей в пятикилометровой зоне поражения от завода составляет более ста тысяч человек. Безусловно, этот комплекс нужен. Но он должен быть построен не в окружении жилых кварталов, а в районе, где в радиусе пяти километров нет жилых домов и не планируется в перспективе их строительства. Сейчас, когда журналисты стали писать об этом, стали поступать и комментарии представителей власти. В частности, замминистра ЖКХ рассказывает о том, как замечательно и экологично перерабатывать пластиковые отходы со всего юга России под нашими окнами. И нам не стоит беспокоиться по этому поводу. Экологи рассказывают, как замечательно будут выдуваться вредные вещества по широким проспектам Левенцовки. И местным жителям, конечно же, не стоит волноваться. И так далее. Бред и цинизм, а больше властям сказать нечего. А с такими экологами и врагов уже не нужно. В нашем районе, как в Азумруде, так и на Левенцовке, живут в основном молодые семьи. Здесь в каждой семье по два, три, а то и четыре ребенка. При этом это простые люди. И чтобы купить здесь дом или квартиру, многие копили всю жизнь. У многих ипотека, и при этом на руках малолетние дети. Здесь живут десятки тысяч человек. И власти хотят устроить геноцид местного населения. Власти совершенно не думают, куда деваться этим людям. Они рассказывают об экологичности переработки пластика у них под окнами. Плюют на жизнь и здоровье этих людей. А участки для многодетных. Каким же невероятным цинизмом нужно обладать, чтобы выделить землю многодетным семьям, а затем построить рядом с этим местом завод по переработке пластиковых отходов со всего юга России. Да тут достаточно одного участка первоначального накопления, чтобы превратить жизнь людей в ад. Итого, если до сих пор у нас была только свалка, то теперь эту свалку оставляют, расширяют и делают самой большой свалкой на юге России. Для сваливания туда отходов, которые не удалось рассортировать на самом большом комплексе по переработке отходов на юге России. И самое страшное, что это не просто комплекс, а полимерный технопарк, где будут перерабатывать пластиковые отходы со всего юга России. И все это под окнами наших домов. Господин губернатор, вспомните, как вы менее года назад торжественно открыли в нашем районе самую большую школу на юге России. Самая большая школа рядом с самым большим мусорным полигоном и самым большим комплексом по переработке отходов всего юга России. Что это? Маразм или преступление? Господин губернатор, посмотрите вылаза этих детей. Таких детей здесь тысячи. Зачем вы толкаете их родителей на парикады? Не оставляем иного выхода. Господин губернатор, у вас есть еще время отменить преступные планы ваших подчиненных. Я знаю, вы реагируете, когда простые люди к вам обращаются. Так почему же вы не слышите десятки тысяч людей, чьи права нарушены самым варварским образом? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова